Всегда в наших конгрессах разбираем эту тему, нет никого кроме него. Самая важная тема, потому что она именно раскрывает всю суть кабалы, то есть методики раскрытия Творца, единственной силой, которая действует во всем. Кроме нее нет действительно ничего. Все остальное – это то, что она двигает, то, что она рожает из себя, порождает, развивает, чем управляет. То есть все зависит от одной единственной силы. Или называйте эту силу природа, или Творец, потому что он создает все и управляет всем, неважно. Но она одна. В отличие от всех других частей природы, неживой, растительной, животной, у человека есть возможность, есть предназначение, задача, цель, и он обязан ее достичь. Это раскрыть эту силу, ощутить ее. Ощущение этой силы, раскрытие ее происходит по основному закону физики, основному закону природы, закону подобия. В той мере, в которой наши свойства подобны Творцу, мы ощущаем его. Мы становимся его частью. Мы просто сливаемся с ним. Каким образом происходит это? Творец двигает все время нами, и все время движет нас к этому состоянию, чтобы мы его раскрыли. Это движение происходит с начала всего Творения и до его конца. До тех пор, пока мы его полностью раскроем. Обнаруживаем мы себя в начале этого пути раскрытия. Начинаем ощущать себя относительно Творца. Как находящийся, вот это я, здесь находится наш мир. А здесь находится Творец. И весь наш мир, он закрывает Творца от меня. Творец воздействует на этот мир, воздействует на меня. И если я правильно воспринимаю его воздействие, как необходимое для того, чтобы из себя и через этот мир постичь его, тогда я иду к Творцу. Вот для того, чтобы настроить себя на то, чтобы раскрыть Творца через всю вот эту вот оболочку нашего мира, для этого и дана нам наука Каббала. Для чего нам надо его раскрыть? Потому что, раскрывая его, мы постигаем свой источник, свой корень. Мы постигаем такое же состояние вечности и совершенства. Мы постигаем отрыв от нашего тела, вплоть до того, что наше тело, вот тут я нарисую точку, из которой я его постигаю, точку в сердце. Наше тело само, оно практически, не знаю, видите ли вы здесь внизу, наше тело. Оно вдруг исчезает, наш мир, он тоже исчезает, и мы начинаем ощущать, что это все один Творец, один Высший Свет. А все, что рисовалось нам раньше, как мы в нашем теле, наши пять органов чувств, с помощью которых мы ощущаем себя, через тактильные ощущения, и через, далее следует вкус, запах, слух, зрение, через все эти органы чувств мы ощущаем наш мир, все это испаряется как бы, улетучивается, и мы видим сквозь это один Высший Свет. Вот этого состояния нам надо достичь. Оно очень реально, намного реальнее, чем наш мир, призрачный мир. А как это сделать? Вот об этом рассказывает эта статья, нет никого, кроме него. Значит, настройка наша на Творца, она заключается в том, что мы все привязываем к Нему, к этому единственному корню, кроме которого нет ничего. То есть, все это, что со мной, что во мне, и что я, это все один Творец. То есть, одна единая сила, которая мной управляет, руками, ногами, головой, желаниями, моими, и всеми остальными, это все управляется только одной силой, одной волей. Если я на это настраиваюсь, то тогда я могу двигаться вперед. Каким образом я настраиваюсь? Мы это уже изучаем с вами давно. Эта настройка может быть только в группе, потому что из всех проблем, многочисленных, которые нам делает Творец, если мы концентрируемся вместе, если мы, вопреки нашему эгоизму, начинаем соединяться, это уже первая настройка на него. И далее. Все, что происходит между нами, в основном в группе, а не в мире. В мире тоже. Но в группе мы можем взаимодействовать. Там мы можем соединяться, понимать, что происходит, воздействовать обоюдно друг на друга. Если мы так действуем, то мы постепенно начинаем раскрывать, что с нами работает какая-то высшая сила. И в первую очередь, что она делает, она нас расталкивает между собой. А мы должны пытаться соединиться. Относительно мира. Я пытаюсь во всем мире видеть только воздействие Творца. Вот мы слышим новости, мы видим всякие события, и мир становится круглым, таким коммуникационным. Мы во всем этом должны с нашими усилиями постоянно видеть только одно намерение, только одну волю, только одно. Весь мир настроен на то, чтобы мы нашли Творца. Как только мы пытаемся его найти, сразу же теряется. Мир становится снова обычным, как все его воспринимают. И нам снова надо фокусировать наше внутреннее намерение на то, что существует только эта одна сила, которая вокруг нас играет со всем этим театром. И так постоянно-постоянно мы вот находим контакта, вот видим, что за всем за этим существует Творец. И тут же это резко стеряется. Он увеличивает рейндж, как бы сказать, ну, увеличивает чувствительность, чтобы мы снова разошлись, в 10 раз, допустим, переключает. И мы снова теряемся, снова концентрируемся, он снова увеличивает наши всевозможные эти разрегулировки. И мы снова должны концентрироваться. И так до тех пор, пока мы не дойдем до такого состояния, когда согласно нашему уровню любые проблемы в группе, в семье, на работе, в мире, все, что происходит, мы все будем связывать только с одной единой силой, Творцом. Вот, когда мы дойдем до такого состояния, тогда он нам раскроется. Но до такого состояния мы дойти не можем. Не можем. Почему? Потому что специально он делает так, чтобы мы не смогли его раскрыть. и мы видим, что все время мы только устремляемся вперед, мы достигаем какой-то связи, какого-то понимания, что с нами происходит. Он собирает нас вот сейчас на конгрессе, он собирает нас между собой, он каждым управляет для того, чтобы привести его к соединению с другими. и как только мы уже входим в это, он позволяет нам это сделать, вдруг все пропадает, вдруг у меня возникают посторонние мысли, желания, и все снова улетает куда-то. И такие вот взлеты и падения постоянные. Многие наши товарищи, как мы говорили, они не выдерживают этого и уходят. Многие из них, из нас падают в такую унылость, апатию. мы теряем веру в то, что мы можем этого достичь. И это все делается для того, чтобы мы достигли крика, что только Творец может на самом деле нас соединить, чтобы в нашем соединении мы его раскрыли. Причем падение у нас обычно больше, чем подъемы. Мы находимся иногда неделями, а то и месяцами в какой-то апатии. Потом вдруг есть какое-то возбуждение, снова соединение какое-то, а потом снова падаем. И если мы подсчитаем по времени, то у нас падений во много-много раз по времени больше, чем подъемов. это специально сделано Творцом, чтобы мы подсчитали наши падения и подъемы и увидели, насколько они в общем-то не ведут нас к ни к чему хорошему. То есть, чем больше мы двигаемся вперед, тем проблем у нас больше, тем у нас больше всяких. Мы знаем больше, мы понимаем больше, и все равно ничего не можем сделать. если когда-то нам казалось, я выучу еще там какие-то несколько статей, я еще посижу немножко на уроках, еще там с товарищами что-то сделаю, я вижу, что в итоге я все равно падаю. У меня в голове очень много всяких знаний, а когда дело доходит до того, чтобы почувствовать, чтобы сконцентрироваться, чтобы начинать его ощущать, Творца, у меня возникает апатия, бессилие, и таким образом я в общем-то падаю. Это делается специально. Сортировка в этой трудной работе до нее, до ее последнего этапа доходят только те, кто действительно готов, готов продолжить свои усилия. Каждый раз на следующем уровне, каждый раз с большим пониманием и в то же время с большей тяжестью. Каждый раз с большим самоутверждением соединиться, сделать все для того, чтобы и увидеть, что ничего не получается. только для того, чтобы нам точно понять, что только Высший Свет, который создал нас, наши желания, разбил их, разъединил нас, только этот Высший Свет и способен нас соединить. в этом партнере мы нуждаемся в Творце. То есть, только тогда, когда на нас посветит, иногда тоже на нас светит какой-то Высший Свет, мы его не чувствуем явно, но чувствуем какой-то подъем, озарение, возбуждение, начинаем между собой соединяться, а здесь нам требуется для того, чтобы действительно соединиться на самом деле, нам требуется его прямое воздействие. То есть, он должен в действительности раскрыться между нами, заполнить между нами все пространство, соединить нас между собой, чтобы мы были как изюминки в массе теста. И чтобы это тесто соединяло нас вместе между собой. Вот этот свет, он таким образом должен заполнять все пространство между нами. Но это тогда, когда мы будем нуждаться в том, чтобы он это сделал. А стремление к этому должно происходить по правилу, которое мы постоянно между собой утверждаем, что нет никого кроме него. То есть, любая проблема, любые какие-то несогласия, любые действия в группе, что бы то ни было, мы обязаны сразу же сопоставлять с Творцом. Где он? Почему его нет? Почему мы его не требуем? Я помню себя когда я вот в таком состоянии, как находитесь вы, просто пришел к Рабашу и говорю, ну что, что такое получается? Или да, или нет. Иду вперед, или нет. Что мне еще остается делать? Он мне отвечал очень просто. А ты просил? то есть, об этом мы забываем. О том, что требование к Творцу, причем любое, вы можете, вы можете как угодно обращаться к нему, вы можете ругать его, вы можете, не важно, это самое главное не оставлять. а ваши все красивые слова какие-то, они никому не нужны. Он все это понимает. Этот высший свет специально вызывает у вас эти желания, специально раздражает вас. Это такой серьезный жесткий флирт, когда он специально вас поддевает так, чтобы вы обратили на него внимание. Не мягкий такой, а именно задиристый. Если мы это понимаем, это очень трудно не упустить, но для этого нам и дается группа. Только для этого, чтобы мы напоминали друг другу, чтобы мы поддерживали друг друга, что нет никого, кроме него, обращаться к нему ежесекундно, сделать его нашим постоянным партнером, причем действующим, а не где-то там потом, который появится, проявится. А сегодня мы между нами должны что-то делать. Мы между нами ничего не можем сделать, ни одного шага, ни в чем, не преуспеть в распространении, ни в объединении в нашем, ничего не сделать. Даже если мы можем что-то делать и что-то получается, действуем мы, якобы не обращаясь к Творцу, это плохо. Это плохо. В итоге нам это все равно потом выйдет Богом. Мы все равно потом споткнемся и должны будем оплатить эту нашу пренебрежительность к Нему. Потому что движение вперед может быть только втроем. Я группа Творец, которая соединяет меня меня с группой. Поэтому пишет Валя Сулам в этой статье и только если у человека на самом деле есть истинное желание достичь цели творения, то есть раскрыть весь мир, стать его обладателем, хозяином вместо Творца наравне с ним, то такой человек он получает серьезные испытания. То есть получает вроде бы помощь свыше, но помощь свыше это она в том, что показывает человеку насколько он плох в нынешнем состоянии, то есть посылает его мысли и рассуждения направленные против духовной работы. Почему? Чтобы увидел, что у него нет связи с Творцом, связи с этой силой, которая все создает, все преображает, всем двигает. Нам надо вовлечь ее в наши движения. Все движения наши, если они происходят вне контакта с этой силой, вне союза с ней, это просто животные состояния. Ничего в них иного нет. Поэтому постоянно, постоянно нам все время необходимо держать эту силу при себе. А где между нами она? Вот мои мысли, откуда они появились от него? Вот закройте глаза. Все закрываем глаза. Нет ничего. Сначала представляем себе только эту силу одной единственной природы. И теперь все, что в нас возникает, мысли, желания, какие-то движения, это все он двигает. Вот как я двигаю своими руками, так и он двигает, это он двигает. Как я сейчас говорю, это он говорит. То, что вы слышите, это через меня кажется вам, но это от него и так далее. То есть за каждым человеком, за каждым действием, за чем бы то ни было, стоит эта сила, которая все управляет. Вот такое можете раскрыть глаза. Вот такое вот единение с ней, когда мы чувствуем, что все только заполнено им, а все остальное это как театр, как марионетки. Вот до такого состояния нам надо дойти. И чем дальше мы будем видеть себя от этого состояния, тем лучше. Значит у нас возникает большая потребность в том, чтобы он заполнил это состояние. И все проблемы, которые возникают, особенно в группе, особенно между нами. Но это самый простой и самый прямой его намек, указание на то, что нам он необходим. Потому что без него, конечно же, мы никогда не сможем быть связаны между собой. Никогда. Мы только поем, говорим о любви, о дружбе. Это все одни слова. Если в этом мы не преследуем целью, что придет этот высший свет и сделает между нами эту связь, ее не будет. Наоборот, наши усилия, если мы его не привлекаем, они всегда будут спотыкаться о неудачу. Специально, чтобы мы начали его призывать в качестве партнера. И когда мы его начинаем призывать в качестве партнера, мы начинаем чувствовать уже себя по-другому с ним. Мы действительно начинаем чувствовать, как он между нами начинает работать. И если падаем, то мы уже четко падаем относительно его потребности в нас, относительно его отсутствия в нас. Поэтому самое главное, что нам необходимо, это постоянно держать себя в какой-то связи с тем, кто определяет все наше состояние, весь наш мир. И все, что происходит в мире, видеть за этим, как действует Творец. Я удивлялся Рабашу, вроде бы мудрец, вроде бы такой человек великий, знает все в мире, если я с ним куда-то еду, включи радио, каждые пять минут в начале часа идут новости, три минуты, вот это он обязан слушать, каждый час, когда новости. И я удивлялся, к такому человеку, какая разница кто, что, где, он постоянно, систематически слушал новости. Он через это, он потом объяснял, и я уже начал понимать, он через это воспринимал развитие мира, как воздействие Творца. Он чувствовал, за теми марионетками, которые там где-то что-то сказали, где-то что-то сделали, чувствовал, как за этим, за всем действует высшая сила и руководит всем этим театром. И самое главное, ни в коем случае не должен человек воспринимать мир, как будто действует самостоятельно от этой силы, которая является базой, природой. то есть никого в мире нет, кроме него, в том числе и самого человека. То есть все, что нам дано, это из нашей точки в сердце, которая делена от Творца специально, чтобы мы видели его работу. Поэтому наше движение к раскрытию называется Авуда Ташем работа Творца. Это он работает. Мы только эту работу раскрываем. Поэтому говорить о том, что у человека существует какая-то своя собственная власть, это глупость. Или у кого-то в нашем мире, ни у кого и ни в чем. Только в одном в том, чтобы своими усилиями привлечь эту силу в своем воображении, начинать ее представлять действующей от каждой элементарной частицы, атома, молекулы, там, неживого растительного животного и во всех людях, и вообще во всем мир зданий, во всех мирах. И даже если у нас возникают между нами какие-то проблемы, и я вдруг начинаю сердиться на кого-то, забывая при этом о Творце, это называется грехом. Грехом называется, когда я отключаюсь от мысли, от того, что Творец находится во всем. Что это оживляющая, управляющая сила, вроде бы не действует, а действует сам человек, вот эта оболочка, или я, или какие-то силы природы, значит, я постоянно должен держаться за эту внутреннюю силу, определяющую все. Если я отключаюсь от этого, это называется грех. И тогда я должен раскаиваться, почему я забыл о ней. и вот это состояние называется на самом деле падением, когда я обнаруживаю себя отключенным от Творца, представляющим только лишь вот этот внешне материальный мир, который нам просто кажется в наших пятерных чувствах, поэтому называется Олама Медуме, призрачный, представляющийся таким. И наоборот, если Творец мне не показывает то, что я падаю, то, что отключаюсь от Него, а наоборот поднимаюсь ближе к Нему, это же все Он делает между нами и в нас самих, в каждом из нас, то я Его должен благодарить за это и должен попытаться уцепиться за самое сильное ощущение связи с Ним и не отключаться от этого никак и никогда, не расслабляться, все время оставаться минимально вот на этом уровне, ниже не хочу, не соглашаться на то, что можно отдохнуть как бы от этого усилия, нет, это усилие не должно быть усилием, оно должно стать постоянным моим существованием, что в таком ощущении я постоянно нахожусь, сплю, бодрствую, что бы ни делал, я все время нахожусь в таком ощущении, что Творец внутри меня и управляет мной, что Творец внутри окружающего мира и управляет им, я таким образом имею дело только с Ним, я желаю понимать, как он это делает, я желаю адаптировать себя к Нему, чтобы двигаться вместе с Ним, как мы с вами изучаем в статье «Спереди и сзади ты объемлешь меня» «Ахор вакедам тартани», что всадник движется на коне в согласии с ним и конь движется со всадником в согласии с ним. Настолько мы, как все творение, это как лошадь, а всадник это Творец, который управляет этой лошадью, естественно управляет, полностью управляет, никакого нет движения в этой лошади, которой бы не было под воздействием всадника, но лошадь сама желает идти вместе с ним, с его желанием, предугадывать его желание, настолько, что оно настолько начнет понимать своего хозяина, что оно будет действовать даже раньше, чем он начнет воздействовать на лошадь. То есть мы должны выйти на такой уровень связи с Творцом, когда мы делаем действия вместо него, мы мыслим и чувствуем вместо него, настолько мы связаны слиты с ним. И здесь мы достигаем следующего уровня, следующей проблемы. А для чего мы это делаем? Для того, чтобы доставить наслаждение ему, а не для того, чтобы нам от этого было хорошо. Если я действую ради себя, тогда я отрываюсь от него в отличие свойств. Поэтому нам надо думать, кроме того, что мы желаем быть в раскрытии Творца, мы желаем быть в раскрытии Творца ради того, чтобы ему доставить наслаждение. и тогда мы начинаем ощущать, как он желает раскрыться нам, чтобы нам доставить наслаждение, чтобы рассказать нам обо всем, чтобы вовлечь нас в этот мир, в его вечности совершенства. А наш мир, как заслоняющий, стоящий между нами и им, наши тела и все, что нас окружает, чтобы это все испарилось. То есть мы бы увидели только одну силу, которая управляет миром, и мы в ней. В принципе, сегодня и наука начинает об этом говорить. Значит, мы должны в таком случае начать ощущать боль или радость от нашего намерения, для чего мы его желаем раскрыть. Или ради себя, или ради него. И вот здесь наш эгоизм получает свою последнюю работу. То есть мы снова требуем от Творца, естественно, не от себя, требуем от него, чтобы он начинал нам давать именно такие намерения. Все от него, все только к нему. Любые вопросы, любые требования, любые просьбы, молитвы, мольбы, неважно как их назвать, все претензии, все к нему. Никогда, чтобы человек не пытался в себе найти, какого-то малейшего движения. Есть проблема, сразу к нему, в чем бы то ни было, и вместе с ним действовать, и вы увидите, как все будет получаться. но это если настроиться правильно на эту силу. То есть, что я желаю ее раскрыть, что только одна единственная существует в мире, и только лишь для того, чтобы всех нас вместе соединить, стать единым под ним, собраться в эту одну единую лошадку. и чтобы мы ощущали радость от того, что есть у нас контакт с ним. Плохой или хороший не имеет значения. Если в самом плохом своем самочувствии я ощущаю наоборот связь с ним, значит, это состояние хорошее. если в самом хорошем своем самочувствии я не помню о нем, значит, это состояние плохое. Так мы должны оценивать состояние по силе нашего контакта с Творцом. И постепенно переходим тогда от ощущения в наших килим де кабала, в наших получающих желаниях от них к нашим килим де аж то есть вся наша радость, все наше устремление оно идет уже направлено на него, чтобы доставить ему наслаждение. И тогда в этом намерении доставить ему наслаждение мы начинаем получать высший свет, который наполняет нас полностью, Творец входит в нас и мы начинаем ощущать себя его как одно единое целое, как два любящих, соединяющихся вместе. Вот в этом заключается эта статья. Я ее прошел, специально смотрел в текст, для того, чтобы вы могли потом по этому же тексту снова ее прослушать. Заняло у нас это всего полчаса, наверное, да? Но она самая важная эта статья. Она дает человеку четкое, единственное, правильное направление в жизни. Вот у тебя ничего больше еще нет. Нет. Субтитры И в семье, и, конечно же, в группе, она вся станет другой. Я вам это очень советую. В общем, это всё. Не хочу слишком много говорить, чтобы не разбавлять это всё, не затушевывать. Вы можете задавать вопросы, только очень конкретные, именно в том ключе, в котором я говорил. Тема самая главная, и попрошу вас быть конкретными. Елена Москва, что значит обращаться к Творцу? Что значит обращаться к Творцу? Это значит требовать от внутренней силы мира, которая держит его, управляет им, проявление, явного проявления в нас. Мы должны её знать, эту силу, мы должны контактировать с ней, мы должны с её помощью что-то делать. Вот мы просим, требуем, чтобы эта сила раскрылась. Требовать каким образом? Ой, как угодно, хоть матом. Не важно как. Творцу не важно, как вы к нему обращаетесь. Хоть проклинайте, только не оставляйте. Прошу. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, все. Меня зовут Сергей, из группы Торонто и фридуальная группа Норд-Америка. У меня такой вопрос. Нет никого, кроме него, действительно. И сейчас мы здесь собрались по его воле. И он действительно оставил нам немножко места для работы здесь, для внутренней. Здесь собрались представители очень многих стран и продвинутых групп, можно сказать так. Раф, у меня к вам вопрос. Что мы практически можем сделать, чтобы помочь объединиться именно европейским группам? И второй вопрос. Нет. Помочь объединиться европейским группам, это значит, мы должны просто быть вместе с ними. Мы должны связываться с ними, мы должны давить на них, мы должны помогать им. Мы должны участвовать вместе с ними в их объединении. Просто участвовать. Не стоять сбоку и смотреть, ну что там в Европе. А участвовать в этом. Вот в тех же группах, там Шведия, Норвегия, Франция, Германия, неважно где и что. Италия, конечно, и Испания. Есть страны с большими и сильными группами. До Литвы, Латвии и так далее. Мы должны вмешиваться в них во все. Просто жить с ними вместе. Мы не просто создаем европейскую группу на этом конгрессе. Мы создаем общую, мировую группу. Мы должны чувствовать, что мы все одно тело. Иначе нам не двинуться вперед. Мы так и будем рассыпаться, снова немножко собираться, и так это будет еще годами. У нас на это времени нет. Мы должны соединиться вместе и работать вместе настолько вместе, чтобы просто вот видеть и чувствовать, как мы сейчас, допустим, сидим здесь все вместе. И вот таким образом мы должны это сделать. Я надеюсь, что до конца конгресса мы это все урегулируем. У нас образуется один единый центр. Лернинг-центр у нас есть. Они должны будут поговорить об этом, еще раз, может быть, объявить, рассказать о себе. Это центр обучения кабалы. Кроме того, нам нужен единый центр распространения интегрального воспитания. Это совсем другой центр. И кроме того, нам надо просто руководство, единое всей европейской группой. А миральная группа, она находится у нас, центр организации. И тогда мы начнем это организовывать, сбивать всех в одно единое целое тело. Спасибо. Еще вопрос быстро. Тут очень много женщин собралось со всей Европы. И, может, это их недоработка немножко, чтобы подтолкнуть нас, мужчин. Вы с себя работу не сваливайте. Понимаете? Женщин, конечно, надо поддерживать. И женщинам надо давать эту возможность давить на мужчин. Но вы не сидите пассивно, когда на меня они будут давить. Это вам не дома с женой. Пока она вас уже не доведет, но вы не сдвинетесь. Так ведь? Обычно так это дома происходит. А здесь нет. Здесь надо все-таки поддаваться. Они вас толкают к реализации цели жизни. И надо им в этом помогать и больше прислушиваться. Но не думайте о том, что только на их плечах находятся. Это и ваша забота тоже. Забота женщин не только в том, чтобы подталкивать мужчин. Они и сами занимаются духовной работой. Я могу вам даже сказать, что в принципе мы этого не видим, мы этого не чувствуем. Потому что они это делают немножко в таком приниженном, притихшем состоянии. Но женщины находятся на уровне нисколько не меньше мужчин. А многие из них находятся по уровню знаний, развития, преданности и вообще близки к постижению больше, чем большинство мужчин. Вы не смотрите на них, что они такие вроде бы тихие, поэтому, в общем-то, ничего особенного нет там. Внутри них есть огромные знания, огромные силы. И если вы будете дать им возможность немножко более активно действовать, вы увидите, на что они способны. Ну, похлопайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Раф. Мы изучаем, что творец не изменяется, он неизменный, постоянный. И должны измениться мы по подобию свойств. И не могу связать, как мы постоянно меняемся, что нам кажется, что он на нас воздействует, какое-то действие производит. Это был вопрос? Да. Еще раз. Мы изучаем, что творец не изменен. Да. И мы должны измениться. И тут вот в статье говорится, что он воздействует, он играет. Мы должны измениться с его помощью. К тому, чтобы видеть, слышать, ощущать, пробовать его танта. Вы понимаете? Тагим на кудуготу, тагим... Тагим на куду, тагим... Тагим на куду, тагим ву, твердость. Ощущать его всем, на что мы только способны. Вот как бы телом, запахом, вкусом, слухом, зрением, всеми-всеми чувствами, чтобы он все их заполнил. И получается, что это мы постоянно меняемся, что нам кажется, что он на нас... На самом деле, он вызывает эти воздействия в нас, для того, чтобы мы востребовали, затребовали от него явного раскрытия. Спасибо. Хорошо. Когда что-то плохое случается со мной, допустим, сломалась машина, я говорю, что это Творца. И когда что-то хорошее случается со мной, допустим, я сюда приезжаю на КГС, я тоже говорю, что это Творца. Но между этими плохими и хорошими, я не могу это связать с Творцом, я могу сказать, что это Творца. Как будто это нормальная обычная жизнь. Нейтральная. Как мне увидеть Творца во всем, везде, всегда? Когда плохое или хорошее, это хороший вопрос. Когда плохое или хорошее, то у нас яркие ощущения. Тогда нам легче, конечно, начинать связывать себя с Творцом, от того, как мне плохо или как мне хорошо. В принципе, это не имеет значения, между нами говоря, плохое или хорошее. Конечно, мы стремимся к хорошему, но в общем нам надо стремиться к состоянию, в котором мы ближе к Творцу. А хорошее оно ощущается в нас или плохое, не должно иметь значения. Так вот, как правило, Творец возбуждает нас в плохих состояниях. И тогда мы его требуем. Так что, что нам делать в нейтральных состояниях? В нейтральном состоянии очень трудно, очень. Меня забрасывает куда-то на диван, я лежу спокойно, ни о чем не хочу думать, чем заняться. Даже ничем не хочется заниматься. Ни телевизор, ничего так. Смотрю в потолок. Таких очень много минут, часов, дней. Вот такая безысходность. Ну вот, пустота. А что там смеются? Вы думаете, я этого не знаю? Только-только группа может прийти к тебе, ну не обязательно явиться домой, а может быть и домой, хорошенько тебя встряхнуть. Но в принципе это группа. То есть работа по распространению, обязанности. Смотрите, если бы мужчина не женился, если бы он не рожал бы детей, если бы ему не надо было заботиться о доме, о семье, о детях, он бы вот так и лежал бы на диване. Это точно мужская природа. Правда? Я не слышу. Я не согласна. Это нормальное состояние. Для этого, во-первых, нужна женщина, которая выталкивает его, иди работай, мне надо кормить детей, мне надо задержать дом. Это первое. Мужчина чувствует обязанность. Первое. Второе. Это, ну просто потому что жизнь заставляет. Вот как нам сделать... Учитесь от жизни. Как нам сделать, чтобы нас жизнь заставила заниматься в группе, серьезно, активно участвовать из всего этого нам... Мы... Мы захотим... Далее чего-то. Надо организоваться. И самое главное, поэтому, если группа вся упала, что вы сделаете? Что вы сделаете? Вот такая вот группа, пять человек, допустим, маленькая группа там, даже десять. Вот у всех такое одинаковое состояние. Кто их может поднять? Если нет других групп рядом с ними, в связи с ними, никто. Даже если у них существуют какие-то обязанности по распространению, там еще почему-то... Ну, я больной, мы это отложим, там какие-то причины найдутся и так далее. То есть мы обязаны быть связаны вместе. Написано, не может человек освободить себя из тюрьмы. Только лишь другие. Вот из этих нейтральных состояний выйти могут только лишь с помощью... Мы можем только лишь с помощью других. Поэтому примите это к сведению и налаживайте связь между собой. Организуйте хорошую команду европейскую, которая будет заниматься постоянным опросом, что происходит в каждой группе, как вы действуете, как вы работаете, какие у вас планы и так далее. Чтобы вы обзванивали друг друга, чтобы у вас был общий лист, сайт этой общей европейской группы. И исходя из этого, посмотрите, насколько вы быстро будете двигаться вперед. Вся проблема только лишь в этом. Одна группа, даже если она самая прекрасная, она ничего не может сделать и не двинется вперед. Если нам Творец задал сегодня уже вот такие мировые рамки, мы обязаны быть связаны вместе со всеми. Я обращаюсь поэтому ко всем мировым группам сейчас. Я прошу, давайте сделаем так, чтобы наше объединение стало мировым. Тогда мы сделаем скачок вперед. Только этого нам не хватает для того, чтобы раскрыть Творца. А такие состояния, они должны нас научить, что все, надо с этим кончать. Надо постоянно, чтобы были другие какие-то части мирового клея, которые всегда готовы помочь и вывести тебя из этого нейтрального состояния. Прошу. Есть мир, который представляется в наших органах ощущений. Есть мир, который ощущается в наших органах ощущений. Мы слышали, что Вы говорили, что этот мир должен раствориться. Так вот, спрашиваю, как он должен раствориться, чтобы выйти в это ощущение, что мы... Он растворяется очень просто. Во-первых, Вы можете почитать об этом уже на сегодня много научных статей. И мы находимся в ощущении в нас внутри. Высший свет строит в нас эти ощущения. Волны физические, духовные. Не имеет значения. Они все одно и то же природы. Воздействия. Или, как мы говорим, о шпахах. Производят на нас определенные действия. И их мы ощущаем. Значит, эти ощущения зависят от наших келим, от наших органов восприятия. Если наши органы восприятия находятся на самом минимальном уровне, то мы ощущаем в них вот такие вот объемы, предметы, события, которые мы называем все нашим миром. Если наши органы расширяются, органы восприятия расширяются, мы начинаем ощущать вместо этих объемов дополнительные объемы. И затем эти дополнительные объемы поглощают эти наши. То есть, в итоге все растворяется. Все уходит в волны. Баалисалам приводит очень простой пример. Он говорит, есть вода, жидкое состояние. Можешь ее охладить. Она станет льдом. Твердое состояние. Можешь ее испарить. Она станет паром, туманом или вообще где-то будет неизвестно где висеть. Но это же то же самое состояние, которое было когда твердым или жидким. А сейчас стало газообразным. То есть, все это относительно нас меняется. Если бы у нас были другие ощущения, мы бы наш воздух видели как бетон. Как какое-то непреодолимое препятствие. То есть, наши органы ощущения, они сейчас, сегодня, относительно нас такие. Рисуют нам такой мир. Почитайте то, что пишутся в физике. Он о восприятии. Вы увидите. И вообще все это относительно наблюдателя. Так как они это описывают. Почитайте, Хьювер, это после Эйнштейна было еще несколько великих физиков, которые описали это. И это все подтверждается экспериментально. Так что мы сегодня не можем это сказать, потому что это материя, данная нам в ощущениях. Но наши ощущения меняются, и материя становится другой. Все лишь волна. Волна света. Пожалуйста. Еще один вопрос. Мы не должны заниматься этим растворением этого мира. Нет, нет, нет. Мы должны заниматься устремлением к Творцу. К этой силе, которая проявится. Ее проявление произведет все. Устремляться мы должны только к ней. То, что мы сейчас с вами проходили. Спасибо. Его явление исправит все. Да. Спасибо. Но все-таки есть разделение между плюс и минус. Есть желание получать, желание отдавать. Мужская и женская силы. Может быть, не хватает, как бы, зевугим между мужскими силами и женскими силами? Чтобы раскрыть ту единую силу, которая называется одно. И если так, как это сделать? Только лишь привлечением Творца. Только он может между плюсом и минусом создать такое соединение. Сказано муж и жена, ашхина между ними. То есть проявление Творца, явление Творца. Никак иначе. Никогда мужчина и женщина, плюс и минус, никогда противоположные силы не могут между собой соединиться. Природа устроена так, что между ними всегда должно быть сопротивление. Плюс-минус между ними сопротивление. И на этом сопротивлении выделяется их обоюдная взаимная энергия. Поэтому Творец, он играет роль сопротивления. Он проявляет себя сначала в виде эгоизма, сопротивления между плюсом и минусом. А затем соединяет между собой все это в единую систему. И на этом сопротивлении, и тогда выделяется его раскрытие. Мы начинаем его ощущать. Потому что он не ощущаем сам по себе. Он ощущается в наших желаниях. Именно в том сопротивлении, которое мы между минусом и плюсом создаем. Вот у нас этот резистор. Плюс-минус. И здесь тогда течет его ток. Если течет ток, то тогда мы здесь, на этом резисторе, начинаем обнаруживать Творца. Вот этот резистор, это наше эго. А если мы, вопреки этому эго, запускаем соединение между нами, то есть Творца. А Творец, это обратно нашему эго. Это то же самое, как фараон и Творец. Он обратен этому. Это он создал тьму из своего света. Это обратно ему. То тогда мы вот здесь вот, на этом приборе, обнаруживаем Творца. Этот прибор является нашим экраном. Прошу. Раф, у меня вопрос от голландской группы. Со временем Аравы, вот сейчас, до этого Конгресса, момента. Францы have been dropping out of the group, like apples falling from the tree. И вот ребята в группе, они как бы падают, как наподобие яблок с дерева. Мы работали очень сильно в группе. И мы очень беспокоились об этом. И, ну, мы знаем, что это Креатер, конечно. Мы сильно беспокоимся по этому поводу. И вот вопрос такой, можем ли что-либо сделать в этом направлении, чтобы не падали ребята? Я об этом уже говорил. Чтобы не падали ребята, надо только одно. Укреплять связь с Творцом, о которой вам будут напоминать внешние товарищи. Вот эта маленькая группа. Когда она работает, она начинает быть как одно единое целое. А один человек ничего не может сделать. Для этого создается еще одна группа. И еще одна. И так далее. И они должны все друг другу помогать. Только лишь на связи между ними, будет проявляться Творец. Вы никуда от этого не денетесь. Поэтому, ну, как работает организм? Разве может быть здоровым почки, сердце, легкие и так далее, если между ними не существует правильной коммуникации? Не может быть такого. Должен существовать мозг. Должен существовать мозг, который управляет всем этим. И он запускает все группы. И все эти группы обратно дают ему фидбэк, обратную связь. И постоянно вот так взаимодействует между собой. Только лишь по циркуляции. Если нет в теле циркуляции, если нет равновесия между всеми органами, то это больное тело. Несмотря на то, что, может быть, какие-то органы здоровые. А один какой-то больной, и все. Он делает разрегулировку всего организма. Так что обязательно нужна связь. Сейчас вы к этому подошли. Достаточно вы намучились с вашими группами. И вы, и в Северной, и в Южной Америке, и во всех странах. Для того, чтобы мы смогли соединиться и правильно все время безостановочно идти вперед, для этого нам нужна связь между нами. Нужна обязательно поддержка внешняя. От группы к группе. Должна быть единая система по распространению, по учебе и так далее. Рав, добрый день. Виктор из Германии. Хотел бы продолжить, заострить этот вопрос, который товарищ задал. Это не только в Голландии. У нас в Германии тоже. Да, конечно, я понимаю. И проблема еще возникает такая, когда в группе что-то происходит, группа как бы старается сама решить, и ей стыдно вынести. И, например, вся группа говорит, нам надо заорать, чтобы нас другие услышали, как ребенок, когда если он кричит, мама знает, что с ним делать, что-то нужно с ним помочь или накормить. И когда в группе, например, действительно проблема, как нам действительно выйти и закричать, помогите нам, выйти на другие группы, помогите нам, у нас проблемы. И, например, если это один говорит, у нас проблема, или это вся группа должна решить, что у нас действительно проблема, давайте мы начнем кричать все-таки, чтобы нас услышали. У нас то же самое в группе, в Израиле. Я чувствую иногда, что падает там какой-то товарищ. Я жду день, два, будут реагировать на это другие или нет. Если нет, то я уже подсказываю. Тоже пропускают это. То есть необходимо обязательно, ну, как сказать, постоянный контроль. И никуда от этого не денешься. И сама группа не имеет права, послушайте меня, группа не имеет права молчать, если у нее плохо, потому что она этим вредит всем остальным. Я не могу не заявлять о том, что я не участвую в чем-то, что я отключился от духовного пути, поиска, напряжения, движения вперед. Я не могу об этом молчать, потому что этим я подвожу людей. Это как команда, которая идет вперед, в атаку, и вдруг один человек не в состоянии. Остальные на него рассчитывают. Что будет, если он не выполнит своего задания в нападении там на что-то? Они все пропадут. Ничего не удастся. Поэтому он обязан заявить, что у меня что-то плохо. У меня что-то там с ногой, с рукой. То есть он этим подводит команду. А если группа в целом упала, то она подводит остальные группы. Мы не можем рассуждать о себе, как каждый в частности. Если каждый в частности, значит нет арвута, нет взаимного поручительства, нет взаимной обязанности, тогда вообще ничего нет. Хорошо подумайте над этим. Прошу. Ну кто, по очереди. Быстро. Здравствуйте, Раф. Я Вишня из Коэтии. И пожалуйста, можете мне сказать, если у моей поручительной perceпцией группа есть серьезный враг, называемый аддикт. Здравствуйте, Раф. Я Вишня из Хорватии. И у меня вопрос есть такой. Если у группы есть какие-то пристрастия, она выпала. И, конечно, все это происходит от него. И, конечно, все это исходит от него. But what kind of effort группа needs to do to be in partnership with creator to win that enemy? What effort should group need to do to win that enemy and to be in partnership with creator? То есть вопрос такой, что должна ему сделать группа в партнерстве с Творцом, чтобы победить этого врага? Творец не реагирует на личные просьбы человека. То есть он реагирует, но не в хорошую сторону. Потому что вы ему не даете возможности раскрыться. Вот я сейчас буду сидеть и кричать, пока Творец не раскроется мне. Книжки у меня здесь есть, картинки, все что угодно. Я закрываюсь в комнате и начинаю думать, кричать, страдать. Раскроется? Нет. Почему? А на чем он раскроется? Где это сопротивление, которое мы строим между собой? Где вот это enemy, как вы говорили? Где этот ненавистник? Где этот враг? Его нет? Где это место, где он должен раскрыться? Он должен раскрыться на сопротивлении, он должен раскрыться на эгоизме, на том, как я не могу соединиться с товарищами и прошу его об этом? Вот тогда он раскрывается. А если я о себе, и кто-то говорю, ну, раскройся мне, а для чего раскрыться? На чем раскрыться? Я хочу к тебе подняться. Что значит подняться к нему? Подняться – это стать равным ему, ближе к нему по свойствам. А что значит ближе к нему по свойствам? Один, единый, единственный. То есть, чем мы ближе соединяемся между собой, тем мы ближе к нему. И он раскрывается в нас. Вот эти вот… Вот мы находимся здесь, внизу. У нас 7 миллиардов людей. А затем мы начинаем подниматься. На следующем уровне мы должны ощущать себя, как 1 миллиард, допустим. А затем ощущать себя, допустим, как 1 миллион. А затем еще, как 100 человек. А затем как 10. А затем как 1. Вот это и есть лестница подъема нашего к Творцу. А если я кричу, подними меня, раскройся мне, с кем, с чем? В тебе нет ничего, ты точка. В точке может ощущаться только наш мир. И он задает нам сегодня такое условие, если вы начнете объединяться, и кроме того, думать, заботиться еще обо всем этом мире. Смотри, куда он вгоняет мир. В какой кризис. То, что пишет нам Вальсула. И так постепенно, только лишь думая о этом самом, обо всем мире, только в таком случае мы начнем подниматься. И на каждом этапе мы будем ощущать разные, мы будем ощущать себя все более маленькой, компактной, близкой друг к другу группой. Все человечество. Мы же изучаем это из их трудов. Пока не станем как один. Вот. Станем как один, и в этом случае ставим равными Творцу. Так что у нас нет никакого другого выхода, кроме как начать соединяться и между нами, чтобы он раскрылся. И мы увидим, что мы не в состоянии. О, какие есть... Вы сколько раз мы читали этот отрывок из книги Зоор? Зоор. Ученики Раби Шимона, они были все великие мудрецы. Все они находились на уровне Алихампена Цилута. Это самый, это самый высокий уровень постижения. Это раскрытие Творца, это ощущение высшего мира. Смотрите, как они чувствовали себя каждый раз, когда начинали изучать Зоор. И там нечего было изучать, книги-то еще не было написано. Они сами писали эту книгу. И что они пишут? Как они ненавидели друг друга. Какая ненависть была, готовы были сжечь друг друга. Вот до таких состояний надо дойти одновременно с тем, чтобы требовать от Творца, чтобы он в этом присутствовал, чтобы соединил. А у нас немножко расхоложенность такая, вот мне не хочется чего-то, и упало настроение. Мы еще даже до ненависти не дошли. Но будем надеяться, что она скоро проявится. Тогда мы вас увидим. Это будет хорошо. Прошу. Мы должны вообще начинать семинар. Ну ладно, давайте. Да. Hello, Rav. I just wanted to ask, how do we show gratefulness to the Creator? How do we become thankful to the Creator, both in good and bad times? вопрос такой, как мы можем оказать благодарность Творцу? Только тем, что мы желаем его раскрытия. Этим мы доставляем ему наслаждение. Это слова и такие слова, которые какие-то непонятные, искусственные, я понимаю вас, но в общем, так в нашем представлении мы можем объяснить. А на самом деле это очень высокий уровень, который, когда проявляется, мы начинаем понимать смысл этих слов. Дать наслаждение Творцу, какой-то высшей силе, которая все управляет, все есть, и тут какие-то букашки на земном шарике, понимаете ли, там тыркают друг друга, не хотят его, хотят его, от этого меняется его настроение. Страдает, наслаждается. Страдание шхины или наслаждение. Мы не понимаем этого. Мы не понимаем на самом деле себя. На самом деле мы являемся высшими существами. Человечество вообще. Но не в том виде, в котором сейчас мы это наблюдаем, потому что мы видим из наших свойств, а в том виде, в котором на самом деле существуем на уровне, когда соединены вместе в полном слиянии с Творцом. на этом уровне мы полностью равны ему, даже действенно. Так что вот этот уровень нам надо представлять себя, нам надо в него играть. И каждый должен представлять себя, своих товарищей достойными такого уровня. Это нас должно поднять. я не знаю, что делать дальше, переходить нас одну или руководители, но говори по ходу. Hello, my friends.